Сегодня у нас тема быстродействия вычислительной системы. Тема быстродействия вычислительной системы продолжает линейку наших разговоров о том, что, формально говоря, любая Тюринг-полная система уже является вычислительной, может вычислить что угодно, а все наши улучшения, о которых мы сейчас разговариваем, это ответ на какие-то челленджи, на какие-то потребности со стороны пользователей нашего компьютера, которые нужно решить здесь и сейчас, и которые пытаться решить полностью программным путем медленно. Поскольку медленно, неэффективно некоторые задачи решаются полностью программным путем, значит, они должны решаться аппаратным путем. И вот усложнение архитектуры вычислительной системы аппаратное – это и есть ответ на такой челлендж. Также, как ответом на такой челлендж является введение, усложнение дисциплины программирования, введение конвенций. Конвенция – это тоже то, без чего можно было бы обойтись, но тогда никто не договорится ни с кем. Вот. И это, значит, краткий пересказ того, что я только что говорил. Значит, возвращаясь к идее повышения производительности вычислительной системы. Я еще сказал маленький кусочек про то, что эта идея… А, начал говорить, не закончил. Эта идея, как ни странно, не такая очевидная, как нам кажется. Это сейчас все помешались на этом повышении производительности. Пример, почему это не такая очевидная идея. Вот у нас есть риск архитектуры, которой отроду, в общем, очень много лет, она типа в 80-е годы родилась. Параллельно с идеей сделать архитектуру риск… Архитектура риск – это мега-быстрые команды, про которые мы точно знаем, сколько они считаются, в числе которых нет команд, которые работают медленно. Казалось бы, прямой путь к повышению производительности. Так вот, параллельно с риск архитектуры развиваются так называемые киск архитектуры, комплекс, instruction, instruction, set, computing. Вот, когда одна команда делала сразу много-много-много операций, вот, и, соответственно, очевидно, что этих много-много операций были в лучшем случае медленные, а в худшем случае с непредсказуемым временем исполнения, вот, но зато код становился компактнее, программист, который использовал эти операции, по идее должен был становиться менее хитрым, на самом деле все наоборот, потому что операций все больше, и программист все хитрее под них нужен, вот. Ну и дальше там всякие интересности. Кстати, чтобы... у нас этой темы вообще нету в планах, поэтому я ее засвечу буквально вот на 5 минут, я внезапно осоздал, что идея компактизации кода... компактизации. То есть, чтобы маленькая программа делала как можно больше. Далеко не такая устаревшая идея, как нам кажется. Вот буквально на собрании, посвященному открытию архитектуры MIPS, официальному открытию перехода части ядер MIPS в OpenHandware, человек Юрий Панчел из MIPS Open говорил о том, что у них есть целая линейка, цель которой именно... процессор, цель которой именно сделать... повысить плотность... забыл, как это есть такой термин... ну, скажем, плотность кода. Вот. Что, между прочим, приводит к прямому нарушению идеи MIPS, прямому, потому что мы, наоборот, начинаем вводить инструкции, которые быстро-быстро можно... Вернее, так, одна инструкция, которая делает сразу много. Типичный пример – это сохранение контекста процесса. Одной инструкции. Вот у них там как раз такое есть. Но вот там в основном нет. В основном нет, в основном нет. Ну, неважно. Важно то, что эта идея тоже имеет под собой какие-то основания, но рассматривать ее дальше мы не будем. Зачем это может быть нужно? Ну, понятно, зачем это может быть нужно, на ультрамаленьких вычислительных системах, где там память изменяется килобайтами. Если ваша память изменяется килобайтами, в том числе на код, было бы очень неплохо написать такой код, который вместится в один килобайт, а в остальные семь вместятся данные. Вот. Да. Если мы работаем только с символами, нам вообще говоря не нужно больше 8 битов под вычисления, кроме адресовки. А адресовка может быть тоже нечисленная. Ну, вот да, да, да. Если мы вообще делаем специальный процессор. Все современные микромипсы и все армии имеют режим 16-битный и более короткий. Все еще хуже. Мы все-таки никак не съедем с этой темы. Все еще хуже. Вот эти самые наномипсы, которые повышают компактность кода, они имеют режим 16-битный, 32-битный, 64-битный и 48-битный. Вот. Почему? Потому что в некоторых случаях некоторые инструкции удобно запихивать таким образом. Застрелиться. В архитектуре Intel возможен смешанный 64-битный режим это раз, и в 64-битном режиме введена специальная 32-битная адресация. Да, 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 да. Это называется X32-архитектура. Что дает где-то треть кода, это адреса. Да, да, да. Что дает преврат кода. Вот тут Михаил говорит, что есть еще примеры, когда у нас, допустим, 64-разрядная архитектура, но 32-разрядная адресация, и поскольку у вас очень часто в коде хранится непосредственный адрес, очень клево, когда этот адрес в два раза меньше. Физическая причина всей этой истории в том, что все эти данные так или иначе надо передавать через шину. Ну, да, да, да. Чем меньше у нас объем данных, тем быстрее они передаются. Давайте эту тему закроем, потому что иначе мы просто не успеем. Все, на сегодня дуально много запланировано. Вот. Значит, как можно производительность процессора повышать? Самый простой способ, давайте повысим тактовую частоту. Пускай у нас в одну единицу времени выполняется в 100 раз больше команд. Это, у этого есть несколько проблем. В первую очередь, это потребление и выделение энергии, потому что оно растет чуть ли не квадратично. Вот. И, в частности, современное многослойное проектирование процессора просто не позволяет очень сильно повышать тактовую частоту, потому что они просто взрываются, перегреваются. Надо отводить это тепло, которое выделяется. Ну и, соответственно, вот. Вот только что я приводил пример погружения процессора в маленький заводик по производству жидкого геля. Кроме того, сама организация процессора на самом низком уровне, на уровне ключей логических схем имеет некоторое время срабатывания, и ее надо тоже как-то снижать. Это тоже, значит, повышать точность, повышать… Короче говоря, повышение быстродействия процессора, как ни странно, очень экстенсивное, дорогостоящее мероприятие, несмотря на то, что все, значит, в эту гонку включаются, и закон, как его там зовут, Мура, который на самом деле не закон, да, так или иначе выдерживает, да, что каждые два года производительность повышается в два раза. Да, совершенно справедливо. Кроме того, есть такая штука, как, например, скорость света, ну или, скажем так, скорость распространения электрического импульса. И теплопроводность. И вот, как говорит Михаил, уже лет 10 назад, в общем, физический предел уже достигнут, дальше идут всякие хитрости. Не зря примерно 10 лет назад от обычной гонки повышения плотности процессора и его быстродействия компании вычислительные всякие перешли к разработке и массовому внедрению кластеров и вот этого всего. Не зря. Потому что если нам надо еще в 100 раз повысить производительность, мы это с процессом уже сделать просто не сможем ни при каких условиях физически. Вот. Но можем поставить 100 процессоров и объединить их в кластер. Вот. Значит, кроме того, есть еще парочка причин из вот тех, которые написаны здесь, которые я хотел бы озвучить, в своем кратком экскурсе, например, например, такая вещь, как стена памяти, для того, чтобы вам сложить два бита, нужно один сумматор. чтобы сложить два двухбитных числа, нужно уже раз, два, три сумматора и для переноса. Причем вот этот третий будет работать только после того, как сработают первые два внезапно. Можно разменять поддержку количества сумматоров. Можно запустить сразу много сумматоров, но потом все равно надо будет складывать переносы, и это будет происходить... ...переносы можно вычислять предварительно. Это операция расправления. Окей. Тем не менее, скажу более осторожно, существуют очевидные операции, которые... ...которые не параллелятся, у которых есть зависимость по данных, про зависимость по данных мы сегодня будем еще говорить. И вторая... Вторая часть — это принцип каравана. Да, у нас есть некоторые операции, которые все равно не быстрые. Вот если у тебя там есть оперативная память, с которой ты вынужден работать, то хоть ты в миллион раз увеличишь быстродействие процессора, да, память останется достаточно медленной, и надо что-то с этим делать. Про память, кстати, сказать, поговорим в следующий, последний раз, будем говорить про кэш. А пока что давайте подумаем, что мы можем придумать вместо банального повышения тактовой частоты. Первое. Ввести какой-то параллелизм в выполнении инструкций. Вот у нас есть программа. Мы сейчас не говорим про многопроцессорность. Эта тема у нас, кажется, вообще выпадает просто из-за того, что у нас выпал один день. У нас есть некоторая программа, мы можем попробовать увеличить количество логических элементов в процессоре ради того, чтобы инструкции программы выполнялись не по очереди, а сразу по нескольку штук в параллель. Ну почему бы и нет? Вот у нас есть инструкция сложения двух регистров, а в другом месте, а соседние инструкции, не знаю, вычитание двух совершенно других регистров. Почему бы не выполнить их параллельно? Проблема состоит в том, что есть такая штука, как планирование регистров, и у вас, ну и вообще, есть такая штука, как зависимость по данным, и у вас две соседние инструкции, которые, по идее, вы хотели выполнять параллельно. Внезапно выясняется, что вторая инструкция не может быть выполнена, пока не выполнится первая, пока не получится результат первой. Вот пример. Мы сначала вычисляем Т6, а потом изменяем значение этого Т6, сдвигая его там на два. Все. Пока вот эта инструкция не выполнится, эта инструкция даже не знает, будет с какими данными она работает. Нельзя их выполнить в параллель. Пересылка в памяти обратно. Казалось бы, что здесь такого? А нет, давайте вспомним, что Story, Word и Load, Word – это псевдоинструкции. Эти псевдоинструкции обе используют регистр АТ для того, чтобы хранить там, формировать там вот этот адрес. И в параллели это выполнится не может ну совершенно никак. Это может быть оптимизировано. Это отдельная тема, не относящаяся к разговору про архитектуру ЭВМ. Почти не относящаяся. Но пока что не относящаяся. Это может быть оптимизировано на уровне того, что вместо этих двух инструкций мы выполним какие-то другие две. Скажем, пересылку из регистра в регистр, а потом складывание в память. Или наоборот. Но непосредственно то, что написано здесь, это прямая зависимость по данным. Причем по данным в тяжелой форме, а по данным в оперативной памяти. Такая же история с косвенной адресацией. Мы хотим сходить по какому-то адресу, который еще не готов. Другая проблема распараллеливания исполнения инструкций это зависимость по управлению. То есть зависимость порядка вычисления инструкций от того, что там по ходу получится. Самый типичный пример это, разумеется, условный переход. Вот у нас есть какой-то бренч. LE, кстати сказать, это тоже псевдная инструкция. Мы помним, да, что в MIPS нету в младшем, ну, кажется, в старшем тоже. В MIPS нету непосредственно инструкции сравнения двух регистров, потому что это две арифметические операции, а не одна. Сначала вычесть, а потом еще сравнить с нулем. В MIPS есть инструкция перехода по больше нуля равно нулю меньше нуля, если не ошибаюсь. Ну, одно из них как-то, ну, короче, да. Вот сравнить с нулем мы можем с помощью проводов. А вот сначала вычесть, а потом сравнить с нулем это два раза напрягать. Поэтому это тоже псевдоинструкция. Но и дело не в этом. Идея зависимости по данным по управлению состоит в том, что прежде чем мы не выполним вот это сравнение, прежде чем мы его выполним, мы не знаем вот эту инструкцию параллельно выполнять вот с этой. Или вот эту инструкцию параллельно выполнять вот с этой. Вот с этой. Ну, очевидно, да. Я не думаю, что это нужно как-то пояснить. Вот. Такая же ерунда с переходом по по косвенному адресу. Пока мы не вычислим, что находится в регистре АРА, мы не сможем параллельно с этой инструкцией выполнить следующую, потому что мы не знаем, какая следующая. Про это мы, кстати, немножко поговорим в следующий раз про так называемую branch prediction. А пока что пойдем дальше. Пойдем говорить про бла-бла. Масштабирование. Масштабирование состоит в том, чтобы увеличить в принципе количество вычислительных устройств в рамках одного, ну, скажем так, процессора. Например, научиться складывать не по одному машинному слову, а сразу по пачке машинных слов, называемых вектором. Почему такого рода масштабирование это эффективное повышение быстродействия? Потому что таких математических задач очень много. Очень много математических задач, которые выполняют однотипы операции сразу с векторами данных. Вот. Поэтому введение векторных операций в наш процессор может нам дать хорошее преимущество за счет просто увеличения количества складывателей арифметико-логических устройств. Вот. Тут возникает сложность уже на уровне, грубо говоря, планирования вычислений. Нам нужно такой волшебный компилятор и такой еще более волшебный оптимизатор, который бы подготавливал наши данные, которые мы, допустим, хотим, мы не знаем, сложить, к векторному состоянию, чтобы сначала все поделать, наполнить вектор, а потом только сложить. Несмотря ни на что, ни на то, что там написал программист, или сам программист, наоборот, должен так планировать свои вычисления. Короче говоря, векторные операции очень сильно, не очень сильно, очень сильно влив операций, конечно, усложняют жизнь. Вот. Хотя влив это тоже векторность, да? Такой вариант. Короче говоря, векторные операции сильно усложняют жизнь программиста и компилятора, потому что приходится планировать свои вычисления с учетом реального железа, как оно сколько может сожрать. Ну вот да. Значит, влив, да? Тут вот как раз я про него говорю. Значит, да, сейчас расскажу про влив. Значит, а что такое суперсколярное? суперсколярное, это когда мы микроинструкции параллельно выполняем? А, да. Суперсколярное, когда, грубо говоря, у нас там внутри, да, вот у нас есть наша... Кстати, конвейер, это как раз немножко суперсколярное. Нет? А, окей, давайте вот что. Значит, чтобы понять, что такое суперсколярное, я вот пытаюсь просто придумать какое-нибудь объяснение более понятное, чем тут написано. Давайте вспомним чуть ли не первую лекцию, где мы говорили о некотором таком пятистадийном цикле, это, кстати, не МИПСОВ, это такой универсальный пятистадийный цикл работы одной инструкции. Инструкцию надо вынуть из памяти, ее надо декодировать, надо посмотреть, какие данные ей еще потребны, например, содержимое регистров, надо эти данные из регистров достать куда-то там внутрь, дальше надо вычислить эту инструкцию, дальше надо посмотреть, куда потом результат раскладывать, разложить его, вот, а если там еще есть работа с оперативной памятью, то это вообще отдельная тема, потому что это медленная штука. Вот таких вынимателей, декодировщиков, вычислителей и всего остального может быть в процессоре больше одного. Таким образом мы сформируем программу, которая одновременно будет, допустим, вынимать сразу из нескольких мест в памяти или одновременно работать с несколькими регистровыми блоками или одновременно, ну не знаю, там складывать опять же, просто за счет того, что у нас этих складывателей ну там 16 штук. Не сложение вектора, а просто 16 отдельных устройств, которые складывают, и каждый из них там работает. Это, разумеется, только усложняет саму архитектуру на аппаратном уровне, потому что у нас теперь не только складыватель масштабированный, но и вообще практически все. Это еще больше усложняет структуру программы, потому что программист должен себя хорошо представлять, как суперскалярно будет обрабатываться поток вот этих команд, вот. И ну вот типичный пример такой мощной суперскалярной архитектуры это Эльбрус. Отечественная система, да. Тут есть два подхода, да, подход Intel, переложить с ковром. Ща, да, спасибо. Значит, подход влив и подход оптимизации под ковром, да. Вот. Вот Intel 386 и Intel и так же. Да. Вот. подход влив. Идея состоит в том, что мы перекладываем всю работу по оптимизации вот кода под вот этот волшебный процессор, который умеет много чего делать, умеет вектора, умеет параллелить некоторые операции, умеет там работать, спамить и так далее. Все перекладываем исключительно на программиста и компилятор. И сразу скармливаем ему вот такие вот длинные... И сразу скармливаем ему громадные инструкции, в которых написано сразу все, что сделать, причем вот это сразу все, что сделать, учитывает тот факт, сколько каких параллельно работающих устройств на микропрограммном уровне у нас есть. Очень сложная штука. Можно одну и ту же программу на том же в Эльбруфе написать, скомпилировать или, скажем так, превратить в ассемблерный код, и разница будет примерно на два порядка по скорости вычислений. Да, вот. Другой подход состоит в том, чтобы делать эту оптимизацию под ковром. А именно, мы говорим, у нас есть сложная инструкция по, ну не знаю, вот как в этом самом есть в Intel, какой-нибудь векторная операция какая-нибудь. Строковая операция какая-нибудь. Строковая операция это что такое? Это выборка из памяти, одновременное увеличение счетчика, одновременное перекладывание в память, ну вот такое. понятное дело, что распаянная на процессоре схема, которая реализует прямо вот эту строковую операцию, это большое месиво проводов, логики, ключей и всего остального, которое будет работать медленно, потому что там очевидна зависимость по данным. Сначала прочитать, потом, значит, обработать как-то, потом записать. И этот порядок неизменен. но если мы допускаем, что вот эти вот сложные инструкции в действительности внутри процесса раскладываются на маленькие микроинструкции, так называемые микропрограммы, которые, каждая из них является отдельной инструкцией вот тому, из чего стоит процессор, ну скажем, выборка, послать запрос на выборку из памяти или обратиться к регистру для того, чтобы из него переложить какой-то внутренний регистр блок процессора, или произвести арифметическую операцию над содержимым регистр блока и так дальше, и так дальше. и к тому потоку вот этих микропрограммных инструкций, которых будет очень много, и которые, кстати сказать, сильно напоминают риск после вот превращения сложной инструкции в последовательность простых, будет применяться переупорядочивание не компилятором, а прямо процессором, потому что в процессоре заложено много-много-много знаний о том, какие инструкции от каких по данным зависят и по управлению, какие не зависят, в каком порядке их можно переставлять и какой из этих порядков наиболее эффективен, то с виду это будет выглядеть так. Мы выполняем одну сложную инструкцию, она выполняется долго, мы выполняем 100 сложных инструкций, они внезапно выполняются не в 100 раз медленнее, а существенно быстрее. Почему? Потому что вот этот поток микропрограммных инструкций был переупорядочен там, автоматом. на лету и выполнен более эффективным путем. Программист этого не увидел. Что еще, скажем так, для нас, как для исследователей архитектуры ВМ печальнее, это никак нельзя посмотреть. То есть такие вещи можно посмотреть, но для этого надо быть достаточно сильно в теме. Ну вот... вот список, чего можно сделать. Можно определять уже там, внутри, аппаратно, определять блоки инструкций, которые независимы по данным, и пытаться их раскидать на суперскалярные узлы и выполнить их одновременно. Можно взять и переименовать регистры, сказать, программист, ты напортачил, у тебя везде используется R0, а у тебя еще там сколько-то, ну скажем, в случае MIPS-а, 32 свободных регистра, ну хорошо, не 32, 25. Давай здесь вот будет, не давай, он ничего не скажет программисту. Здесь будет место R0, R1, здесь вместо R0 будет R2, и мы это все одновременно, у нас внезапно пропадет зависимость по данным, и мы все это одновременно используем, если, конечно, есть соответствующий узел, который может одновременно несколько регистров складывать, или что-то с ними делать. Переименование регистров на лету. Программист написал одно, процессор выполняет другое. Вот. Переупорядоченные инструкции, естественно, для того, чтобы они более эффективным образом упорядочили, и упреждающие вычисления. Упреждающие вычисления – это вообще эта самая сказка, она же песня. Давайте мы запихаем в процессор много, ну, суперсколярный, разумеется, много фактически процессоров, то есть фактически таких компонентов, которые могут прямо выполнять программу. Считать, декодировать, получить данные, вычислить, записать данные, все вот это. И будем выполнять сразу несколько инструкций подряд. То есть, как бы, вычислять еще тот кусочек программы, до которого еще программ-каунтер не дошел. А если внезапно там окажется условный переход, и мы по глупости выполнили, вычислили не ту часть этого условного перехода, будем выбрасывать результаты этих вычислений. Ну, например, заведем дополнительный, так называемый, теневой блок регистров, на которых будем делать эти упреждающие вычисления, и в случае, если у нас выяснилось, что переход произошел не туда, ну, просто выбрасывать этот теневой блок. А еще лучше заведем два теневых блока регистров, и будем делать сразу обе веточки вычислять, и то, что будет в случае условного перехода по true, и то, что будет в случае условного перехода по false. Да, нам придется один кусочек выбросить, но это значит, что наше быстродействие понизится не в два раза от того, что мы не смогли предсказать переход, а только в полтора. Кажется? Ну, короче, мы вычислили нашу инструкцию и еще две следующих, одна из которых оказалась неправильной в полтора раза. На треть. Вот. Дальше больше. Об этом мы, наверное, поговорим в следующий раз, потому что просто сегодня не успеем. Но, в принципе, мы можем на основании предыдущего поведения вашей программы предсказать, какой из переходов более вероятен. как вы думаете, это реальность? Насколько эта реальность реальна? Почему действительно ли мы пишем программы так, что один из переходов более вероятен? Вопрос к почти всем здесь присутствующим. Например, в цикле переход на продолжение цикла происходит все время. Переход на окончание цикла происходит один раз, когда он закончился? Или никогда? Идеальный вариант. Совершенно справедливо. То есть, на самом деле, вот такое предсказание даже на один, как бы, ну, лучше на два, да? Ну, как бы, понятно, один раз перешли, запомнили, что мы один раз перешли туда, второй раз перешли, запомнили, что мы два раза перешли туда. Если мы два раза перешли, значит, мы, возможно, и миллион раз туда перейдем, скорее всего. Вот. Совершенно справедливо. Вот. А, слушайте, а у нас, эх, нету предсказания перехода. Хорошо, к следующему разу сделаем предсказание перехода. Значит, видите, оказывается, это входило в план сегодняшней лекции, я просто пропустил, потому что тут волшебное слово конвейер, и... Окей, покажу в следующий раз. Да, это БХД, но это потом. Значит, главная тема сегодняшнего разговора это конвейер. Смотрите, вот мы вспоминаем такт работы нашей модельной машины, которых у нас не было модельных машин, но это довольно естественный, естественный порядок вещей, который в MIPS, между прочим, нарушен. Да, значит, ну, вспоминаем, нужно прочесть команду из памяти, нужно ее декодировать, понять, что это за команда, нужно понять, какие еще операнды требуют данные, какие еще данные нужны для данной команды и прочесть эти данные. В случае модельной машины это именно так. Про MIPS я, просто он другой, да, сейчас про MIPS поговорим. Нужно вычислить результат, раз у нас все данные есть, нужно записать результат в память и нужно вычислить адрес следующей команды. Вычислить адрес следующей команды, это значит, либо просто прибавить к нему размер машинного слова к текущему адресу, либо, если у нас условный переход, значит, что-то там как бы забрать откуда-то, где у нас уже посчитался адрес, куда мы должны условно перейти и вот определить адрес следующей команды. Ну да, да, если у нас это самое машинное слово не фиксировано, прибавить длину текущей команды к сетчику. Короче говоря, вот довольно естественное положение вещей, как бы если бы мы из проводов мха и веточек делали компьютер, мы бы сделали ровно так. обратите внимание, что эти шесть пунктов вообще говоря распараллеливаются. Вот. Но распараллеливаются они особым образом в виде конвейера. Смотрите. Вот мы читаем команду из памяти. Мы еще не можем ее декодировать, мы не можем одновременно читать ее и тут же ее декодировать. Мы сначала должны просесть, потом мы ее должны декодировать. Вот. Поскольку, когда мы декодируем команду, мы знаем, где лежат адреса ее операндов, мы параллельно с этим можем еще запустить операцию выборки данных. Дальше. Все получили, вычисляем. Дальше. Записываем результат в память. И параллельно с этим можем еще вычислять следующий адрес, потому что записывание в память это работа с пересылкой, а вычисление результата, вычисление следующего адреса это аритметико-логическая операция. Это два разных узнав, которые могут одновременно это делать. Но вот эти четыре пункта имеют очевидную зависимость друг от друга, и мы не можем одновременно выполнять никакие два из них для одной и той же команды. Но мы можем выполнять для первой команды, например, запись результатов, потому что мы уже все сделали. Для следующей команды, которая записана следующая, мы выполняем вычисление ее, для следующей после нее мы выполняем декодирование, а что для следующей? Мы ее только считаем из памяти. Дальше у нас прошел такт, и та команда, которая читает из памяти, теперь мы для нее выполняем декодирование, а из памяти читаем следующую. Ту, которую мы декодировали, мы вычисляем, потому что данные уже получены. Ту, которую мы вычислим, мы записываем результат. Вот это у нас такой примитивнейший конвейер для модельной машины, для машин, у которых регистров нет. И вот эти четыре стадии можно выполнять параллельно. С теми самыми исключениями, о которых мы говорили выше, с исключением зависимости по управлению. Когда мы не знаем, пока мы не вычислили следующий адрес, мы не знаем откуда взять. Или по данным, да. Пока мы не записали, мы не можем прочитать и вычислить. Мы не можем прочитать. Пока мы не записали, мы не можем прочитать. Совершенно справедливо. То есть, если наши команды вот этой самой машины из мхай веточек хорошо, эффективно расположены, мы можем написать нашу программу таким образом, чтобы почти всегда выполнялась ситуация, что все четыре блока, которые занимаются этими четырьмя операциями, загружены. Исключение зависимости по данным, когда мы не можем прочитать то, что мы еще не записали. Исключение зависимости по управлению, когда мы не можем вычислить результат, куда переходить, пока мы не вычислили, ну понятно, мы не приняли решение, какой из вариантов условного перехода нужно сделать. Понятно, что вот такой конвейер полностью неэффективен в случае зависимости по управлению. Мы не знаем, какую команду фетчить даже. Мы не знаем, вот что считывать из памяти, пока мы не вычислим адрес, куда переходить. Все четыре стадии стоят. Пока вот это не произойдет, вот это не может произойти. Неэффективен. Вот. Поэтому в МИПСе было принято другое решение относительно того, как организованы стадии конвейера. Боже мой, как хреново видно, почему так? Может быть, здесь лучше видно. Ой. Вот. В чем фишка МИПСового конвейера? Она состоит в понимании двух вещей. Вещь первая. Работа с памятью – это гораздо более медленная операция, чем работа с регистром. Поэтому если у нас в командах нет работы с памятью вообще, то очень бы неплохо, чтобы стадии конвейера вот в этом месте проверились. Если же в нашей команде есть работа с памятью, то тот факт, что там пропустится какая-то стадия конвейера на регистрах – это, в общем, не очень важно. Все равно мы зависли на том, чтобы сходить в память, дождаться результата работы и забрать из памяти. Это медленная операция. Сейчас я посмотрю, эта картинка может выглядеть здесь лучше, но если нет, то придется смотреть на то, что есть. Такая же мерзкая. Ну, значит, будем смотреть на то, что есть. Хорошо? Хотел спросить, хорошо ли видно. Итак, у нас появляется пятистадийный конвейер. Это очень-очень упрощенная схема, в которой специально убраны кое-какие интересные подробности. Я надеюсь, что до этих подробностей мы до сегодня дойдем, но нарисовать их не будем. Это пятистадийная схема мипсового конвейера, которая выглядит следующим образом. Первая стадия, разумеется, instruction fetch. Мы получаем, считываем нашу команду из памяти. Вторая стадия, разумеется, instruction decode. Что такое декодирование команды? Мы уже прочли нашу команду куда-то, в регистр команд, вот сюда. Вот. И вообще говоря, у нас, например, помните, я говорил, что, например, команда R-типа, то есть те, которые чисто регистровые, у них прямо специально стоит единичка в одном единственном месте. То есть тот факт, что у нас один единственный битик, один единственный провод равен единице, означает, что мы уже точно знаем, где в этой команде лежат операнды. И, соответственно, мы можем уже прямо сейчас загружать наши данные из регистр блока. Точно так же, в случае, если команда там другого типа, допустим, E-типа, immediate, мы тоже уже знаем, где у нас лежит операнд, где у нас лежит что. Вот. А данные, скажем, immediate у нас уже прочтены, не уже лежат там, куда мы сочетали в регистре команды. Вот. Если у нас эти данные… Эх, вот тут вот сразу спойлер. Давайте пропустим этот момент для начала. Если это команда перехода, в этот же момент мы вычисляем, выполняется ли устройство перехода. Помните, вычисление, выполняется ли устройство перехода, это вообще не арифметическая операция. Это наличие битика в нужном месте. Да? У нас нету переходов на больше-меньше, у нас есть переход на ноль, меньше нуля, больше нуля. То есть все нули, это можно проверить. Есть битик в случае знака, и, по-моему, так. Вот. Таким образом, это можно проделать в этот момент, да? Нам не нужно ничего вычислять. Ну, вот это вот имеет отношение к теме, которая у нас, к сожалению, выпадает просто за неимением времени, к теме виртуальной памяти. Вот. Что-то такое, я не знаю. Что-то точно я писал? Да-да-да, вот это непонятно откуда взято. Надо будет почитать, почему это так. Вот. Таким образом, уже на шаге два, мы в силу специфики организации условного перехода вычисляем адрес команды условного перехода, это очень клево, да? Ах, да, да, просто понятно. Значит, смотрите, если у нас арифметическая команда, если нам все равно нужно задействовать арифметикологическое устройство, там, складывать или еще что-то делать. Помните, у нас есть такой тип команды, в котором, собственно, тип ноль, в котором есть отдельно поле функции. Если нам все равно потом складывать, то на этапе декодирования мы просто узнаем, какой у нас будет тип вот этой самой команды, чтобы на этапе execution мы могли бы там радостно складывать. А вот, например, определять адрес перехода или определять, что у нас команда r-типа или еще что-то нужно уже вот здесь, на уровне декодирования. Вот. Значит, исполнение. Ну, арифметическая операция, вот. Операция умножения и деления тоже. Они, вообще говоря, медленные. Не знаю, как это реализовано в современных процессорах. Вот. У меня вот там есть тема реализации умножения с помощью сдвига и сложения и реализации деления с помощью сдвига. Кстати, не так уж сложно. Ну, собственно, как это и все. Да. Вот. Но, к сожалению, там есть как раз вот та самая стена. Вот. Она есть. Может, ее нету, кстати. Умножение сдвига, умножение. Нету там стены. Просто там довольно... Ну, да. Хорошо. Вот. И четвертый шаг после третьего. Вот. И только четвертый шаг – это выборка данных из оперативной памяти. Потому что, как я уже сказал, работа с памятью – это вообще медленная операция. Потому что в случае МИПСа у нас есть только два вида работы с памятью. Вынуть из памяти данные и положить в память данные. Всякое вычисление происходит на регистрах и только на них. Вот. Поэтому, если мы вот этот шаг поставим куда-то раньше, то он каждый раз будет пропускаться. Каждый раз, когда нам нужно будет вычислять что-то на регистрах, мы будем промахиваться по одному шагу конвера, в котором написано. А сейчас мы смотрим, что надо читать из памяти. Или что нужно писать в память. Непонятно. Если мы выполняем команду, которая не требует памяти, значит, мы выпускаем четвертый шаг. Какая разница, какой шаг выпустить? Третий или четвертый? Хороший вопрос. Не-не-не. Третий шаг мы пропустить не можем никогда. Кроме тех команд, которые ничего не вычисляют. Ну, вот... Условный переход. А выборка из памяти? В случае, выборка из памяти должна вычислить адреса. О, слушайте, правда. Смотрите, у нас есть косвенная адресация. Помните? То есть, ответим же адреса, если нам нужно. Вы вычислили адреса, но вместо того, чтобы выполнять сложение, выполняем сложение вам программой адреса. Да. Значит, третий шаг. Спасибо, Михаил. Спасибо за вопрос, Федор. Третий шаг почти всегда есть. У нас есть косвенная адресация. Она на самом деле всегда косвенная. Просто иногда там стоит просто ноль. Мы прибавляем к содержимому регистра, в котором у нас загружен адрес, еще смещение. Это всегда арифметическая операция. Просто иногда она вырожденная. Вот. Прибавлять ноль очень просто и быстро. И только после этого мы получаем нужный адрес памяти, только после этого мы ходим к памяти. А в сумме с тем, что я сказал, в сумме с тем, что операция на памяти все равно медленная, да, мы тем самым упрощаем ситуацию, когда нам эта зависимость не мешает, не нужна. Вот. Ну и, наконец, обратная запись, writeback, это когда нам нужно, мы что-то вычислили, нужно в нужный регистр что-то положить. Вот здесь вот в случае writeback, на самом деле в случае memory fetch тоже, кроется одна неприятность. Помните, я говорил о том, что есть такая штука, как зависимость по данным, например, когда мы что-то вычислили, нам нужно записать в регистр, а в это время на стадии вот здесь вот нужно забрать данные из этого регистра. Получается, что у нас такая нехреновая зависимость по данным между вторым и четвертым, и пятым виноват шагом. То есть, казалось бы, вот это очень эффективно-эффективно, но, извините, содержимое регистра R0 не будет нам доступно вот на шаге 2, а здесь напоминаем на шаге 2, да. Операты выбираются из регистрового блока, да, из того места вот. Содержимое регистра R0, нам не будет, не R0, что я несу, там, не знаю, T0, не будет доступно на шаге 2, пока на шаге 5 мы в этот регистр T0 не запишем это значение. Нехорошо. Но вот здесь вот идут в ход всякие мелкие хитрости, в общем-то, совсем несложные. И это вот тот самый пункт, который предлагал обойти сегодня. Не сегодня, а вот при рассмотрении. Дело вот в чем. На самом деле, если операция выполнения уже сделана, то значение этих регистров уже есть. Оно просто где-то тут внутри лежит, оно не записано в реальный регистр, но внутри вот этой схемы, в регистровом блоке, оно где-то валяется. Поэтому мы можем на шаге 2, на шаге декодирования в том месте, где мы выбираем операнное, ходить не к настоящим регистрам процессора, а вот к этим промежуточным результатам выполнения шага E, шага M и даже шага V. Там есть более хитрая хитрость, связанная с тем, что с каким-то фронтом, я не помню, Михаил мне объяснял, я не запомню, с фронтом чего-то. Главная идея состоит в том, что нам не обязательно доносить значение регистра R0 до настоящего регистра R0, потому что... Что? Ну, прямо отсюда, грубо говоря. Да, ну на самом деле, ну это вопрос терминологии, да, вопрос в том... Ну да, и назад в том числе. Да, 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 вот. Идея состоит в том, что для шага D, для шага instruction decode, операция выборки из регистра не означает... Полные инструкции записи памяти. Полные инструкции записи памяти, да, потому что память это память, все. Все тормозится. Вот. Идея... Чтение из памяти. Ну, чтение в данном случае, да. Значит, еще раз, да, для шага D, для шага instruction decode, операция выборки из регистра не означает сходить непосредственно к какому-то вот тому регистру, вот к тем данным, которые там где-то лежат в настоящем регистре. Она означает получить данные, которые должны в этом регистре быть. Данные, которые должны в этом регистре быть, уже на шаге E у нас доступны. Мы уже вычислили вот от соседней операции, вычислили значение. Просто проводочки ведут, грубо говоря, ведут прямо оттуда-туда. Вот. Здесь этого не видно, а вот, допустим, на более сложных схемах там прямо видно, как активизируются вот эти backpropagation, обратная передача данных. Вот. Мы сейчас все это посмотрим, хотя, возможно, сильно бегом. Что получается? Таким образом, мы избегаем самого неприятного для этого конвейера случая, когда у нас есть зависимость по данным регистров и чисто формально целых два такта задержки в конвейере между decode или даже 3 и writeback, потому что у нас есть такие вот доступ обходными путями до этих значений. Во всех остальных случаях у нас задержка получается не больше одного такта. У нас есть задержка по выполнению в случае операции условного перехода, потому что мы не знаем до тех пор, пока вот здесь вот не вычислили адрес, мы не знаем, что здесь вот фетчить. Один так. И у нас есть операция по работе с памятью, по-моему. Кстати, в Марсе, по-моему, не поддерживается, да, слот задержки при работе с памятью. Только по условным переходам. Вот. То есть мы что-то записали куда-то в память, а потом читаем обратно из этой памяти. Да, это тоже, это тоже запись, зависимость по данным. Вот. На пятом. Да, да, да. Просто в случае, если это запись в память, у нас нету никакой прямой зависимости, да. Вот если это чтение из памяти, мы сначала должны загрузить в регистр что-то, а потом с этим регистром что-то делать. Когда четвертый пропускается, а пятый сдох. Ну, да. Вот. Ну, просто понятно, да, если мы читаем из памяти, то мы это читаем в какой-то регистр, а этот регистр должен быть на третьем шаге использован. Хотя на четвертой стадии у нас, по идее, что готовы писать память. Да. Так оно и на четвертом и происходит. Нам пятым не нужен. Запись памяти происходит там же. Не написано, потому что либо... Да, да, да. Надо будет написать. Спасибо. Да, да, да. Вот. Вот у нас есть такой вот... Да, значит, в МИПСе, в смысле в Марсе такая штука есть... Да, в маленькой дополнительной. В реальных МИПСах, вообще говоря, бывают более длинные конвейеры. В современных. Бывают более длинные конвейеры, да. Вот. Но мы сейчас рассматриваем саму идею конвейера. В случае... В случае у Марса есть такая штука. Она называется... Вот такая. Да, значит, я не буду ее показывать на лекции, потому что она обладает дурацким свойством иногда работать безумно медленно. Я не знаю, почему. Вот. Тут прямо, значит, видно, как ходят сигналы. Попробуйте. Если у вас внезапно она заработает быстро, можно посмотреть. Вместо этого я нашел простейший эмулятор МИПСа на Джаваскрипте. Вот. Который работает в браузере. Вот. И мы можем посмотреть пошагово. Вот мы начали выполнение нашей программы. Нормально видно или погромче сделать? Да, маленький, замечательный. Если кого-то интересует 64-летний набор инструкции МИПСа, есть замечательный эмулятор ЭдуМИПС. ЭдуМИПС, да. ЭдуМИПС в 6-ти часах разрядный. Мы его тоже рассматривали. А почему мы его... Ну, потому что, да. Там совсем. А, он менее эффечастый, чем Марс. В нем нет внешних устройств. Там только процессор ЭдуМИПС. Но он 64-разрядный. Вот. Вот я нажал кнопочку Step, и у нас происходит выполнение инструкции LOAD LA S0 STR. Да, STR – это адрес данных. Она сейчас находится на стадии, на стадии Instruction Fetch I. Теперь он находится на стадии декодирования. Мы помним, что это псевдоинструкция. Да, кстати, тут нету, к сожалению, раскладывания на псевдоинструкции. Кажется. Да. А, жалко. Вот. Тут даже можно посмотреть, что у нас происходит с конвейером. Во, о, 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 о. Слушайте, есть. Извините. Беру свои слова назад. В конвейере пишется, что в данный момент происходит. Вот мы, значит, сейчас будем… Я нажал клавишу Step. Мы выполняем псевдоинструкцию LA. В конвейере написано, что сейчас выполняется. Инструкция LUI у нас зафетчена. Все. Инструкция LUI перешла на стадию декод. В это время мы фетчим следующую инструкцию OR. Помните, мы там формируем адрес. Потом сначала делаем LUI, загружаем старше полуслова. Потом с помощью OR формируем адрес. И потом там будет настоящий лодворд. Вот. Делаем следующий шаг. У нас, значит, инструкция LUI перешла на стадию execution. Мы ее выполняем. Инструкция OR перешла на стадию декод. Ну и, собственно, все. Поэтому мы фетчим следующую инструкцию. И у нас на стадии I, на стадии instruction fetch, находится уже инструкция added. Пошли дальше. ADD у нас, слава богу, не псевдоинструкция, поэтому она уже перешла на стадию декод. Мы уже фетчим следующую инструкцию. Тут какая-то push-r. Я не знаю, что это такое. Я думаю, что это такой волшебный тоже. Да. Видите? StoryWord. Это тоже волшебный, как его, псевдоинструкция, которой в Марсе вообще нету. В Марсе мы для этого писали макросы. Помните, у нас было такое домашнее задание написать макрос. Вот. А здесь этот push-регистр, он превращается в StoryWord и, видимо, увеличение стакпойнтера. И вот он сейчас у нас фетчится. В это время ничего не экзекьютится, потому что некого. А вот наша LA уже на стадии memory access. и это в данном случае чего? А, ничего. Все. Значит, LA при следующем шаге пришла, он уже на стадию write-back. Нам нужно, собственно, записать в регистр один значение. Сложение наше уже на стадии execution. А декодица у нас, этот самый псевдоинструкция push-r, значит, она состоит из двух вещей, да, StoryWord и add. StoryWord уже декодица, а add фетчится. Пошли дальше. Снова load-адрес. О, случился, случился, что там случилось? Почему у него случился дырка в конвейере? Потому что, смотрите сюда, почему случилась дырка в конвейере. Потому что этот RA еще надо заврайтить. Он еще не приехал вот здесь. Вот. И, ну, наконец, мы перешли. Бумс. Ну, и, в общем, дальше вот это так же и происходит. Все, ноб, пришли к концу. А, нет, мы перешли, собственно, на... Извините, мы перешли на... Не пришли к концу, мы что-то выполняем. Вот. Вот это ситуация, когда у нас конвейер загружен полностью. Вот. А вот сейчас вот, кстати, видите, у нас фетчатся инструкция B и Q. А мы сейчас увидим это. Опа. И тут мы упираемся в самое, как это сказать, извращенное свойство MIP-процессора, который состоит в том, что мы в данный момент декодим инструкцию branch and if equal, инструкцию исходного перехода. Мы декодим. А фетчим мы в данный момент инструкцию, которая идет следом за ней. А если мы ее зафетчили, мы ее обязательно выполним. Следом за инструк... Та инструкция, которая стоит за инструкцией перехода, обязательно выполняется в младших MIP-сах. Упс. По этой причине там написан NOB. Не делать ничего. Кстати сказать, никакой инструкции NOB в MIP-се нету, а в данном случае оно раскрывается в арифметический сдвиг регистра, содержащего нестираемый 0 на 0 битов. Вот. Ну почему бы и нет? Тем более, что это чистые нули, да? Шестнадцатичное значение этой операции состоит только из нулей, больше ни с чего. Вот. Вот это явление называется слот задержки. Ситуация, когда мы не можем предсказать, какую инструкцию фетчить следующий, в младших MIP-сах разруливается очень просто. Мы будем фетчить ту, которая идет после этой, и выполним ее. Даже в случае, если это был условный переход, и на самом деле мы перейдем в другое место. Вот это странное соображение до всех здесь присутствующих дошло, но потому что у меня некоторое время ушло на то, чтобы понять, почему так. Относиться к этому надо следующим образом. В случае, если у нас есть слот задержки, инструкция, которая стоит после инструкции условного перехода, просто всегда выполняется. Вне зависимости от условий этого перехода. Так вышло. Более того, это означает, что мы можем это означает, что мы можем написать наш код ну, например, вот таким образом. Вот так мы писать не можем, потому что мы не знаем, что здесь стоит. А вот так вот мы написать можем, потому что мы точно знаем, что вот эта инструкция выполнится, но хуже нам от этого не станет. Но что еще более ну, противоестественно, мы можем писать вот так. Потому что знаем, что эта инструкция уже успеет зафетчиться, и она точно выполнится. А зависимости по данным от этой инструкции у нее нет. Обратите внимание, я специально здесь написал T2, T2, а не R, R, чтобы показать, что вот такой код, он может случиться. Вот этот не может, а вот этот может. Эта инструкция не зависит по данным от этой, и она будет выполнена перед тем, как выполнить эту, просто потому, что попал в слайд задержки. Такая же штука, возможно, в Марсе. Ну, она сам, она выполнится. У меня есть ощущение, что инженерное решение о плате Синамбуха и на Синамбуха было бы, а вот этой вот штуке было принято именно и собрать, что вот иногда будут делать такие же. Ну да, разумеется. Значит, еще раз, это, конечно, повлияет на результат. Эта инструкция выполнится. То, что она находится после то, что она находится после инструкции условного перехода, так пошла эволюция. Мы пишем шерчий цикл. Сейчас, Михаил, мы параллельно с вами говорим два разных текста, это не очень хорошо. Вот. Значит, теперь какой текст говорит Михаил? ситуация, когда у нас есть перед инструкцией условного перехода какая-то независимая по данным от нее инструкция в программе. Это очень частая ситуация. Допустим, мы пишем какой-то цикл, мы подготовили счетчик цикла, мы подготовили что-то, что нужно проверить, да, потом мы еще что-то повычисляли, потом мы проверили содержимое этого счетчика и перепрыгнули в случае условного перехода. Вообще говоря, мы можем сначала вот это вот подготовить условие по переходу цикла, потом что-нибудь еще подделать, а потом перепрыгнуть. И в этом случае вот это что-то подделать будет независимо от условного перехода. Ну вот как вот здесь написано, да, мы что-то там сложили. Это, кстати, переход вообще на подпрограмму, да. Вот. Поскольку вот это вот не зависит от этого по данным, мы смело можем понадеяться на то, что сначала выполнится вот эта инструкция, а потом уже вот эта. Так оно и случится. Вот. Еще раз говорю, в Марсе такая штука возможна, она называется Delight Brunching, просто по умолчанию она выключена. Если мы сейчас напишем что-нибудь типа ну, скажем, сто пятьсот. Давайте лучше шестидесяти... А, хотя... Не знаю. Ой, что это было? Еще такое нажал интересное. Ну ладно, какая разница? Но все равно интересно, как это так вышло. вау. А, все. Хе-хе-хе. Ну не знаю, сколько. Или это было сто пятьсот? Ну не знаю, сорок два? Б... Че там? А нету L, да? Есть. Ну куда-нибудь Next. Здесь напишем что-нибудь типа addu $t1 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 напишем еще что-нибудь А здесь напишем Next Ну и тут хватит снять Вот так Делает бранчик Вот этот код Вот мы выполняем Занесли сто пятьсот в Сейчас давайте где-то вот сто пятьсот Да? Что там у нас? Занесли сорок два Опа! Видите, что произошло? Несмотря на то, что этот переход должен был произойти Или нет? Не должен Не должен Извините ГЕ Давайте еще раз О! Оно аж зелененьким пометилось Давайте я помедленнее покажу Вот, смотрите Начинаем выполнение Загружаем сто пятьсот в регистр Загружаем сорок два в регистр Сейчас мы должны перейти на метку Next Потому что у нас содержимое регистра Т0 больше чем ноль И мы это сделаем Но прежде мы выполним команду из слота задержки Видите, она покрасилась зеленым цветом И у нас содержимое регистра Т1 внезапно увеличится Сорок три И тут же перейдем на метку Next Потому что теперь выполнена команда BGEZ Это произошло не потому что авторы МИПСа такие извращенцы что они любят выполнять инструкции в неправильном порядке А потому что эта инструкция угодила попой в конвейер Вот ровно так как мы это видели вот здесь Она уже находилась на стадии instruction fetch То есть она уже попала в блок регистров туда в блок в место где прочитанная инструкция находится И ее волей-неволей придется выполнить Я здесь сделаю паузу и спрошу Вот этот момент понятен? Это просто примитивно без излишнего мозга с минимальным количеством проводов реализованный конвейер И ситуация когда у нас мы не можем принять решение на стадии декод о том мы должны принять решение на стадии декод о том куда перейти а в это время уже инструкция fetchится fetchится просто следующее потому что этот адрес мы вычислили заранее такая же ситуация да так давайте еще раз так давайте еще раз как следствие если у нас три-два перехода сначала будет произведен переход по первому переходу а потом сразу вот этот второй переход и будет выполнен второй переход ну кстати на марсе это выполнять бессмысленно потому что марс это все имитирует вот это надо на чем-то более да по идее должен выполнить второй переход попробую сформулировать еще раз в случае выполнения команды условного перехода автоматически у нас устроено так что следующий срок все равно считаем мы можем принять два решения либо выбросить и не исполнять ничего либо исполнить ту инструкцию которую мы читаем да можно да вот инженерное решение было бы иметь следующее мы будем исполнять ту инструкцию которую мы читаем могли бы всегда исполнять но вне зависимости от того что читаем я как раз хотел про это рассказать просто мы сейчас мы не дошли до этого места но давайте посмотрим что делает Марс Марс вообще говоря не панацея Марс может и неправильно это эмулировать но давайте посмотрим выполнится последний как было сказано но поскольку мы дошли до этого для этого бранча то он тоже выполнился мы два раза провалились у нас обе инструкции оказались в флоте задержки так просто программировать не надо но в принципе да именно так и произошло то есть логика обычная у нас угодил инструкции в конвейер все она будет выполнена если у нас после инструкции условного перехода в конвейер угодил еще одну инструкцию условного перехода она тоже будет выполнена вот просто так не надо делать а вот о чем говорил Михаил мы можем и собственно я уже говорил что в самых ранних мипсах такая же штука слот задержки происходил из-за доступа к памяти потому что там есть зависимость по чтению вот но поскольку это ну по времени немножко другая операция было принято решение там как раз делать по-другому а именно как по-другому мы можем зная что здесь у нас инструкция условного перехода игнорировать тот факт что у нас что-то зафетчилось вообще всегда то есть мы посмотрели на этот код вот на этот код мы знаем что сейчас будет инструкция условного перехода выполняться и это значит что следующий кусочек конвейера вот эта стадия фетч да нам потенциально зафетчат неправильную инструкцию ну потому что мы еще не вычислили туда куда переходить мы можем принять решение вообще не выполнять эту инструкцию которую мы зафетчили то есть видя команду условного перехода фетчить всегда ноб это называется пузырь bubble вставлять конвейер пузырь который будет ничего не делать просто видя тот факт что у нас приехала команда условного перехода именно так и происходит в действительности когда мы выполняем команду работы с памятью там фетчится просто в конвейер вставляется bubble вот и это уменьшает эффективность конвейера на 20% потому что у нас всегда когда у нас есть бренд есть bubble другой вариант мы можем принять решение выполнять инструкцию которая лежит в слоте задержки и свалить на программиста вину за то что он туда положил какую-то ерунду например вот ту которую мы сейчас туда положили тем более что это в общем несложно надо только помнить что если ты пишешь условный переход то ты знаешь что после этого еще там что-то такое вот я значит мы заканчиваем я когда первый раз подготовил этот курс для Севастополя устроил летом спецкурс по языку программирование Си проблема состоит в том что третий семестр даже если дети учили Паскаль или как в моем случае Питон в первом семестре третий семестр они программируют на Си и я решил им немножко подстелить соломки и поизучать Си тем кто ну предложить поизучать Си тем кто хочет но поизучать Си именно из соображений того что Си это такой очень хороший макросемблер удобный вот и мы прям смотрели в какие последовательности мипсовых инструкций раскладываются какие Сишные конструкции вот так вот если вы пишете оптимизацию ноль и компилируете код на Си то там будет всегда нопы после условного перехода а если вы пишете оптимизацию с этот самый ну какой-то довольно высокую достаточно оптимизацию на размер ДжС ГС то у вас всегда будет заполняться перепорядоченство инструкции и заполняться слот задержки инструкция которая не зависит по данным от условного перехода вот и все в РИСК-Файв это вот новом детище Хеннесси или Паттерсона не знаю кто из них главный Паттерсона такой штуки больше нету они признали что это сносит мозг людей и в общем вот хотя с моей точки зрения мозг это не сносит да потому что мы зато очень хорошо видим как работает конвейер у инструкции угодила в конвейер все она будет выполнена да мы можем принять решение что в некоторых случаях мы вместо той инструкции которая угодила в конвейер вставляем туда пузырь тем самым мы теряем производительность вот и все вопрос потому что если нет вопросов мы сейчас по-быстрому доберемся до конца уже да значит мы с вами не используем Delayed Branch как раз именно в борьбе с выносом мозга да вот но знаем что он существует кстати сказать еще раз реальный код на реальном МИПСе всегда будет давать НОПы если вы не включаете оптимизацию или скажем так если вы выключаете вот а еще есть вот такой проект который до сих пор живой он называется WebMips в нем уже как видите все вот эти обратные 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 пропускания сигналов расписаны вот у него даже есть исходник что-то у меня не получилось а вот так надо сделать сначала вставить код а потом сказать load этот программ у него даже есть исходник но он к сожалению на SPDUT нет и написан поэтому я не знаю что с исходником делать вот но тут прям можно вот смотрите вот та же самая картина о вот у нас фетчется AD и тут показаны те сигналы которые активированы да уй да не видно можно попробовать сделать поменьше ну вот так вот да вот вот у нас я дважды уже нажал у нас на второй стадии медленно ну хорошо в общем зафетчился AD я нажал на кнопочку AD перешел на стадию instruction decode я еще раз нажал на кнопочку успел AD перешел на стадию instruction fetch здесь выполняется вот это а здесь наш AD уже перешел на станцию execution кстати вот вот у нас конвейер загрузился и вот тут мы фетчим фетчим инструкцию B, E, Q сейчас мы посмотрим как поступает этот эмулятор с это наша программа видите вот что сейчас будет пузырь сейчас будет да он продолжает думать что он находится на стадии fetch нету pipeline сейчас бы он начал фетчить следующий адрес но нет ему надо сначала вычислить этот адрес и вот только сейчас он перешел на стадию fetch следующей 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 инструкции потому что мы пропустили слот задержки то есть мы в этом случае не выполнили программу из слота задержки а слопали пузырек вот и он пошел работать дальше вот тот момент когда у меня вот эта вот инструкция дважды при нажатии на кнопочке continue дважды висела на стадии instruction fetch как раз и означало что мы просто ждем зависимости по данным вот так что настоящего пайплайна в смысле того пайплайна о котором я говорил здесь кажется нет вот обратите внимание что это довольно сложный проект здесь есть отдельно дата пасс отдельно контрол пасс каждый узел может быть рассмотрен на них можно смотреть в каком они состоянии находятся если бы у нас было больше времени на этот счет мы бы конечно вот этой штукой воспользовались но вы понимаете вот это можно изучать не один час вот и что-то тут с пайплайном все-таки не то как надо какое подозрение в смысле с эмуляцией вот здесь да я тоже думаю что не все совсем хорошо надо смотреть поэтому я и оставил этот проект в качестве ловерды да потому что он ну такой выглядит немножко немножко маргинально вот вопрос потому что что о чем говорилось сегодня пожалуйста времени к этому возвращаться не будет домашнего задания тоже не будет потому что непонятно какой если нет вопросов то у меня сформировалось предложение относительно того как будет устроен экзамен по данному курсу у нас будет экзамен мы договоримся на какой даче на этом экзамене мы будем рисовать график функции помните я говорил что очень жалко что мы его не рисовали вот сейчас покажу где у нас тут вот мы закажем какую-нибудь аудиторию запустим в ней марс и в этом марсе порешаем вот такую задачку тут где-то было о кажется здесь ой ваша итоговая оценка была скоррективна вручную но что ж ты будешь сделать и чё их жалко ну ладно значит не смогу это мне надо научиться его редактировать сейчас секунду я может просто покажу результаты покажу о ща найдем вот она короче говоря вам будет предложено простейшее 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 многочлен в качестве функции какой-то там степени вот вы должны написать программу которая его ну рисует все здесь нет никаких упражнений на прерывание здесь нет никаких упражнений на всякие трапы на все ядро это только мио и вещественный сопроцессор и немножко математики вот мне кажется что ну вполне достаточно для того чтобы показать что вы умеете на этом программировать вот я даже не буду понятное дело что поскольку здесь формула она достаточно случайная вот я даже не буду требовать там ну абсолютной точности главное чтобы эта парабола была видна вот генератор кажется написан таким образом что что эту параболу всегда должно быть видно то есть вот граничные условия и вот эти коэффициенты подбираются таким образом чтобы пропалюсь чтобы центр координат центр центр симметрии параболы лежал на экране ну чтобы красивая картинка вот если кто-то против этого ну рассказывайте почему вы против но мне кажется что это ну вполне себе такое то есть там да придется посидеть где-то полчасика ну и посидим вот обещаю что буду решать вместе с вами такие дела значит вопросы предложения если нет вопросов предложений мы с вами расстаемся аж до какого-то 16 17 18 17 до 17 мая 17 в которой у нас последние лекции мы попытаемся в эту последнюю лекцию упихнуть несколько разговоров в частности разговор про кэш и про branch prediction это то что мы еще можем посмотреть на марсе вот и поэтому про это есть смысл разговаривать на лекциях значит к сожалению все остальные темы мимо нас проходят ну ничего не попишешь все тогда всем спасибо